Доброго времени суток бояре! Прошло уже две недели с момента выхода рейлджека, а это значит, что пришло время ответить на самые часто задаваемые вопросы по этому режиму. И в этом видео я расскажу, какие компоненты от каких производителей лучше в разных ситуациях, о типах урона и моем топе оружия на рейлджек, о модулярах и способах их быстрой прокачки, а также забилдовке рейлджека авионикой для того, чтобы сделать свой рейлджек неубиваемым и эффективным. Итак, начнем по порядку. На выбор у нас есть 4 типа производителя. Стандартный Сигма, который есть в лаборатории чертежей для рейлджека, Лаван, Вайдер и Зиткай. Итак, компоненты. Прежде всего щит. У нас есть два противоположных параметра. Это емкость щита и время до его перезарядки и процент восстановления самого щита. Лавановские щиты обладают самой большой емкостью щита, однако время до старта регенерации щита и его процентный реген небольшой. Зиткай наоборот, имеет небольшую емкость, однако время до восстановления щита самая короткая, а процент восстановления самый большой. Вайдер находится примерно посередине. Как по мне, лучший вариант щита это Зиткай. Мы уходим в дрейф на пару секунд, щит начинает регенерироваться. Таким образом, мы получаем урон, уходим, опять получаем урон и так можно немножко жить от щита. Однако, большую часть живучести будет идти от корпуса, поэтому зачастую на щит можно забить. Двигателей я бы посоветовал поставить вайдер. Они дают повышенную базовую скорость и немного меньший множитель ускорения. А самым большим множителем ускорения обладают лавановские движки. Зиткай примерно посередине. Что касается реактора, здесь у нас выбор между вместимостью авионики и вместимостью потоковой энергии. Нужно больше потоковой энергии? Зиткай. Нужно больше авионики? Вайдер. Так как авионика имеет большую роль, нежели потоковая энергия, поэтому советую искать и выбивать вайдеровские реакторы. А получить их можно только в награду за выполнение миссии в вуале. В режиме рейлджека стандартные типы урона превращаются в новые, например, разрез превращается в частицу, которая увеличивает получаемый кораблем урон. Удар в баллистический тип, который уменьшает точность и урон, наносимые кораблем. Пронзание в плазменный, который уменьшает щиты и броню корабля. Огонь в зажигательный, наносит кораблю периодический урон. Электрический урон в ионный, который отключает системы управления корабля. Токсин в химический, который вызывает смятение среди экипажа. И подобно радиации, заставляет корабли биться друг с другом. А лед постепенно замораживает корабль вплоть до полной остановки. Я сделал небольшой топ по оружию и расскажу про каждое из них. Для начала, все оружие, кроме Криофона, имеет плазменный тип урона. То бишь, все оружие уменьшает щиты и броню противника. Начнем с оружия, которое я считаю самым слабым. Это Пульсар. Пульсар обладает хорошей точностью и может отключать двигатели корабля. Однако у него очень мало урона, поэтому пятое место. На четвертом месте в моем топе расположился Фатор. На самом деле, Фатор может выдавать неплохой урон. Однако для этого нужно длительное время удерживать луч на цели, что местами бывает немножко неудобно. Поэтому Фатор у меня занимает четвертое место. Следующие три пушки я бы назвал равноценными, так как по дамагу все они хороши. Однако у каждой есть свои особенности. На третье место я поставил Апок. Он обладает хорошим уроном и режет броню противнику. Однако в связи с скорострельностью и скоростью полета снаряда, им местами проблемно попадать. Поэтому третье место. А на второе место я поставил Корцинокс. У него хороший урон, им легко попадать. Я считаю его лучшей скорострельной пушкой на Рейлджеке. И первое место ожидаемо занимает Криофон. Имея небольшой радиус атаки, эта пушка способна выносить почти любую мелочь с одного выстрела. Для того, чтобы успешно использовать эту пушку, нужно поднять живучесть. А как это сделать, я расскажу чуть попозже. Зитка имеет увеличенный урон, шанс статуса и крита, а также повышенная точность. Но ценой всему быстрый перегрев. Лаван имеет базовый урон, повышенный статус и точность. А Вайдер имеет базовый урон, повышенный шанс крита и немного выше разброс. Лично я советую искать и крафтить оружие производства Вайдер. Далее Авионика. Авионика это спорный вопрос, так как выбить определенные моды довольно-таки проблематично. Однако вкратце, путь развития можно описать следующим образом. С самого начала, на самом первом реакторе или первого тира, нам понадобится перегородка и переплетение обшивки. Эти два мода увеличат прочность нашей обшивки, а также увеличат максимум брони. Важным модом тут также будет выступать гиператака, которая увеличит наносимый урон всеми турелями, и фронтальными, и боковыми. Коническое сопло увеличит нашу скорость. Без нормальных двигателей релджек и так медленный. А коническое сопло немножко подправит этот момент. Для того, чтобы повысить нашу броню и скорость еще больше, мы можем воспользоваться крылатым циклоном и крылатой сталью. Крылатый циклон увеличивает скорость арчвингов на 25% в радиусе 60 метров. Однако бонус работает даже на релджек. Если мы также поставим небольшое коническое сопло, вместе бонус будет 35% за 11 единиц энергии. Во время как полное коническое сопло дает 25% за 13 энергии. Выгодный размен. Крылатая сталь дает 360% к броне арчинга. Но также работает и на релджек. Таким образом, вместе с переплетением обшивки, мы получаем 5400 брони. Этого достаточно, чтобы спокойно жить даже в вуале с небольшим количеством хп. Для повышения количества хп, мы можем воспользоваться перегородкой, зиткаевской. Она занимает очень много места, однако разгоняет нашу обшивку до 6000. Выбивается перегородка с мобов на земле. Такой мод, как полюсная катушка, увеличит теплоемкость турелей на 66%, что позволит нам дольше стрелять. Имея зиткаевские пушки, это крайне полезно. А на вайдеровских, так вообще можно забыть о перегреве. Такой мод, как сжатие диапазона, увеличит критический урон всех турелей. Поставив подобные моды с третьим сигмореактором, у нас еще остается немного емкости для определенных модов. В конечном итоге, с подобным билдом, мы имеем огромное количество обшивки, закрепленное огромным количеством брони, при которых мы можем спокойненько жить в вуале. Неплохую скорость, при наличии нормальных движков, бонусы для наших пушек, и все это на стандартном третьем реакторе. Что касается тактических модулей, скажу так, при наличии нормальной команды, они вам не понадобятся. Единственный тактический модуль, который мне реально пригодился, это накидка бездны, который уводит на 50 секунд в невидимость. Однако я его отдал менее прокаченным членам моего клана. Что касается боевой авионики, я выделю здесь всего лишь два мода, это воронка бездны и самонаводящийся зал. Эти моды очень сильно упростят вам жизнь. Самонаводящийся зал на земле и немного на сатурне, а воронка бездна в вуале. Теперь модуляры. Здесь у меня есть один совет, качайте все и равномерно. Объясняю почему. По факту вам так или иначе понадобится выкачать все перки до седьмого ранга, и лучше всего делать это более-менее равномерно. Из крайне важного я выделю только четвертый ранг тактики, позволяющий использовать омни вне корабля и телепортироваться назад на свой корабль. Чтобы выкачивать модуляры, я советую просто играть. За любые действия и уничтожение врагов, починку корабля и так дальше и тому подобное вы получаете опыт. Собственно он и дает нам модуляры. Для более отбитых есть вариант погриндить эти модуляры и выкачаться более быстро. Для этого нам понадобится 500-600 единиц потоковой энергии на корабле, самонаводящиеся ракеты и пойти на какую-нибудь последнюю миссию на земле. Загрузившись на миссию, начинаем безудержно спамить ракетами по перехватчикам. И по неведомой причине периодически у нас будет восстанавливаться полная энергия за убийство определенных перехватчиков с помощью способностей. Честно сказать, я без понятия как это работает, но это работает. Мы спамим ракетами, убиваем перехватчики, 2 минуты перезапускаемся на миссию. И мы можем получить от 3 до 8 модулятов. На этом видео подходит к концу. И в связи с надвигающимися новогодними праздниками я хочу поздравить всех зрителей и подписчиков моего канала. Желаю вам здоровья, крепких нервов, удачи в личной жизни и жирного фарма. На этом у меня все. Всем удачи, всем всего, увидимся.